Хозяйства Западно-Казахстанской области несут убытки из-за неурожая зерновых. По итогам уборки списано 40 тысяч гектаров посевных площадей. В два раза меньше зерна, чем в прошлом году засыпано в хранилище. Одна надежда у аграрьев на картофель и овощи. Их уборка началась в конце июля. Больше половины урожая уже убрали. В среднем с гектара сельхозпроизводители собирают по 200 центнеров картофеля. Рекордный урожай лука этой осенью собирают в хозяйстве Анатолия Кана. С каждого гектара по 800 центнеров репчатого продукта. Значит, местный рынок будет полностью обеспечен дешевым луком. Ведь одно это хозяйство покрывает 95% всей потребности города. В этом году мы посеяли 60 гектаров лука. Планируем где-то около под 5 тысяч тонн собрать. В прошлом году в пределах поменьше было, в пределах 65 тонн, то есть 650 центнеров. Не жалуются на урожай и картофель и воды. Картофель в этом году засеяли на площади 4300 гектаров. Несмотря на жару и отсутствие осадков, с гектара в хозяйствах получают до 200 центнеров отборной картошки. Все благодаря применению цифровых помощников. Они повышают урожайность и качество продукта. В этом хозяйстве еще 6 лет назад перешли на американские поливальные установки. Собирают урожай на голландском комбайне, который выкапывает картофель и убирает его с поля. От вредителей посевы обрабатывают на тракторе с GPS-навигатором. В дальнейшем планируем, чтобы сеять по GPS-навигатору. Фрезеровка проходила по GPS-навигатору. Это уже вообще идеально будет. Ну, ровные поля, уже огрехов не будет. Там, где комбайнеры, это человеческий фактор. Где вильнул, где оглянулся, повернул уже. Пока у нас один трактор так. Ежегодно западные вазахстанцы потребляют до 62 тысяч тонн картофеля. Местные хозяйства полностью покрывают эту потребность. Однако при этом рынок завален привозным картофелем. Дело в том, что местная картошка пользуется высоким спросом в Атрау, Актау и Актубе. Туда ее забирают практически с поля. В этом году даже Туркестан и Шымкен. Постоянные покупатели – россияне. Аграриям выгодно отправлять свою продукцию в другие регионы, так как многим просто негде ее хранить. Многие крупные хозяйства, картофелеводы, за последние 3-4 года уже порядка 10-15 овощных храней построили. Это благодаря… Есть хорошая инвестиционная программа, бюджетная программа. Порядка 25% возмещает затрат на строительство картофеля хранящих. На сегодня 55% урожая картофеля в регионе убрали. Это больше 30 тысяч тонн продукта. Уборка продолжается. Всего до конца уборочной страды аграрии планируют собрать 65 тысяч тонн второго хлеба. Ассель Русалеев, Руслан Газецов, Канас Махмудов, Западно-Казахстанской область, Хабар-24.